Всем привет! Еще один Акай, ну не 747, не 646, а называется он 1722 или там 1722 Mark II, потому что еще есть дубль В, W, если правильно. Я вообще, так сказать, вы знаете, какая мне равнодушие, но это очень простенький аппаратец, как вы видите, у кого был четырехтысячник знаменитый, который, так сказать, для росписи народ брал, потому что это была неубиваемая машина, трехголовая, плюс стеклянные головки, стеклоферритовые были, ну и она стоила относительно недорого. Ну, в те времена, когда у меня была история с четырехтысячным Акайом, некоторые ребята знают, я еще на шизе писал, он стоил 2000 рублей. Ну, деньги тоже немаленькие, но это все-таки намного дешевле, чем в любой 635-636. Он был одномоторный, кинематика была простая, ну почему был? Он и есть одномоторный, и этот аппарат точно такой же кинематикой. Здесь управление двумя ручками, пауза такая, видите, рычажком, ну то есть как бы все сделано очень просто, он не симметричный, сказать, что какой-то он красавец, не скажешь этого. Я бы сказал бы, что это ординарный аппарат, ну знаете, как есть вино марочное, там, Гранд Резерва, там, или там, скажем, Крианца и обычное такое вино. Так вот, это обычный аппарат, никаких тут стеклянных головок у него нету, пермалоевые головки, ну, частотные характеристики у него очень достойные. Я смотрел в интернете, там, что-то порядка на 19-21 тысяча на широкий диапазон лента, Wide Range и Low Noise низкошумящая, по-моему, 18 тысяч на такой ленте вверх. А низ, ну, честно скажу, да, не помню, 30, ну какая разница? Все равно там не каждый аппарат 30 разольет, я имею в виду усилить, не усилить, а колонки. Продолжая тему Акаев, я вообще, вот, планирую, знаете, вот, поскольку у меня их уже собралась такая небольшая компания, ну, в порядке, так сказать, ну, считайте, хвастовство, я покажу то, что у меня есть Акаев. Друзья порадуются, враги там, ну, немножко там слюной поперкнутся, не совсем чистой, скажем так, с ядом. Нет, у меня врагов вообще-то нет, у меня есть такие, знаете, ну, не очень я любящие люди. Не важно. Это такая, я купил, обменял, приобрел, там сложная комбинация была с моей стороны, там был аппарат, потом я взял там 700-ый, плюс этот аппарат, плюс денежки, в общем, я, честно, не знаю, во сколько он вышел, но, в общем, я его увидел. И вот эти переключения, эти два рычага, которые, вот, я еще по четырехтысячнику, незавиданному для меня помню, я посмотрел, ну, какой он маленький такой, какой он маленький и аккуратный, я даже вот не знаю, с чем сравнить. У меня есть Юпитер, первый советский магнитофон катушечный, такого достойного класса, который я купил после старт-ряда, и он стоил там 490, плюс 10 на лапу продавцу, чтобы он подержал, но это было с колонками, то есть сам аппарат стоил тогда, получается, 350, потому что колонки были, по-моему, по 70 рублей, 10 МАЗ-1. Так вот, сравниваю с советскими аппаратами, вот я хочу сейчас покажу вам Юпитер, например, для сравнения, чтобы у вас было, так сказать, чем сравнить. Я не уверен за то, что, так сказать, это корректное сравнение, ну, вот, у меня, во-первых, есть под рукой Юпитер, во-вторых, так сказать, я нахожу какие-то общие черты в них. Почему я сравниваю два этих аппарата? Потому что эти аппараты оба с усилителями, имеют собственные колонки боковые, ну, эти колонки, сами понимаете, так сказать, больше они контрольные. У Юпитера здесь стоят 1-ваттные динамики, здесь 2-ваттные, как минимум, потому что мощность подводится к АКАЮ на каждый канал, 2-ватта подводится. Переключение тоже механическое, переключение, одновременно включение на скорость и включение самого аппарата, то есть мы переключаем сразу на нужную скорость. Здесь, естественно, по-другому сделано, переключается скорость, вот, видите, рычажок такой, вернее, не рычажок, а переключатель. В те времена фирма не стыдилась, собственно, показать такой переключатель. Дальше уже в следующие времена начинали как-то обрамлять, ручку дополнительно насаживали. Нет, здесь стоят такие вот переключатели на каналы и на переключение скорости. Точно такой же переключатель стоит на типы лент, low noise и wide range. Стрелочные индикаторы, ну, здесь маленькие стрелочные индикаторы. У Юпитера здесь стоит блок регулировок звука из раздельных регуляторов по высоким частотам, низким частотам, громкость, ну, и баланс, соответственно. Здесь этого ничего нету. Здесь стоит отдельный регулятор на левый канал, отдельный регулятор на правый канал, что, на мой взгляд, не совсем удобно. Ну, а тембры тут точно так же на каждый канал. Вторая ручечка, видите, вот, она, так сказать, на одной оси. Как сильная, да, если я правильно называю. А тема все-таки у нас не Юпитер. Я Юпитер в качестве, так сказать, показал ближайшего сравнения, что мне пришло в голову. Ну, сами видите, Юпитер побольше, хотя формат катушек один и тот же. 18-й, 18-й сантиметровая катушка применяется. Сразу скажу, что я вот купил этот аппарат с лентой, с катушкой этой, поэтому, что тут записано. Я надеюсь, тут матерных каких-то песен нету, поэтому там что-то русскоязычное. Ну, давайте я его включу, покажу, как он работает. Вот включается он кнопочка вот такой вот. Начинает вращаться двигатель. А в отличие от 4000-ника, у которого, так сказать, та же самая кинематика, но скорость у 4000-ника регулируется насадочкой. Откручивается с тонн вала насадочка. Она потом под крышкой блока головок. Есть такой специальный винтик на нее, на винчице. И вручную включается коррекция. Там 9-я скорость или 19-я. Здесь переключение происходит вот таким вот образом. Вверху стоит переключатель. И вот, пожалуйста. Так, я не знаю, там по громкости. Я сейчас выставлю примерно. Запись. Нажимаем красную кнопочку и передвигаем этот трючок в крайне правое положение перемотки. Вот сейчас он, наверное, уже не будет вращаться, потому что у нас нету натяжения. Двигатель запускается вот этой штукой. Видите? Здесь стоит ролик вращающийся. Можно ее открутить, снять, почистить. Точно так же мы можем открутить здесь вот эту насадочку, снять прижимной ролик большой и почистить его. Если есть такая необходимость. Или смазать, скажем так. Переключатели. Я уже говорил, этот переключает скорости. Этот переключатель по дорожкам. Стерео, соответственно, по центру. Справа. Правый канал, левый канал. Счетчик. Входы микрофонов. Двойные регуляторы звука. Я так понимаю, что одновременно они являются регуляторами записи. Хотя об этом ничего не говорит. Тут нигде не написано, что регуляторы уровня записи. Два индикатора подсвеченных. Акальевских. Ну и выход на наушники. Automatic Shut-Off. Я так понимаю, что автоматически выключается он при окончании ленты. Ну и два этих переключателя. И пауза. Вот он вверх, так, довольно туго. И потом, чтобы начать воспроизведение или запись, нажимаем кнопку пауза. Вот так вот. Больше тут ничего нету. Сейчас я покажу, как он выглядит сзади. Ну, корпус, будем считать, что деревянный. Потому что сзади вот стоит довольно толстая фанерная плита. Такая вот сантиметровой толщины фанера. Здесь вырезано вентиляционное окошко. И на двигателе стоит крыльчатка, собственно, для охлаждения. В 4000-м я этого не помню. Во всяком случае, такого не было. Он предназначен как для лежачего, так и для стоячего положения. Видите, вот ножки стоят. Сзади, ну, однозначно европейский 220-50 Гц. Выходы на наушники, на джеки. Так, линейный выход, два тюльпана, диновский. Вход-выход, линейный вход. И, собственно говоря, переключатель на микрофон, на фона. И здесь земля, я так понимаю, для того, чтобы записывать с винила. Потому что обычно больше она ни для чего не нужна. Модель 1722 Mark II Made in Japan. А 22 и W, там, немножко, по-моему, по дизайну отличаются. Ну, во всяком случае, я так думаю. Два таких кронштейна для того, чтобы наматывать провод. Вот, пожалуй, сзади все. Не буду обманывать ваших ожиданий. Поэтому сразу скажу, что разбирать ее не буду. Во-первых, как говорится, не буди лихо, пока она тихо. Работает вещь, нечего туда лезть. Тут нет никаких оснований мне туда заглядывать. Это, во-первых. Во-вторых, очень много есть видео по этому аппарату. И англоязычный, и даже русскоязычный. Вот есть веревки у него. Плодо того, что он снимает каждую детальку. Ну, наверное, такая необходимость была. Там, может быть, смазать, еще что-то. Я тут не вижу, собственно говоря, резонов, чтобы мне его вскрывать. И просто показать, как он есть. Ну, там стоят разного рода ролики промежуточные. Ну, вот, еще раз говорю, что в интернете этого добра очень много. Блок головок. Я сейчас сниму ленту. Ну, может быть, я, наверное, все-таки с руки покажу вам его. Головки очень большие такие вот. Наверняка чистить их очень удобно. Если возникает необходимость добраться до блока головок, то сверху тут два винта. Можно открутить и снять эту крышечку. Я теперь покажу крупным планом, как работает аппарат. Ну, чтобы некоторые люди любят рассматривать конкретно детали. Ну, вот, посмотрите, пожалуйста. Я потом еще отдельно покажу с руки. Чем мне нравится Акаи, ну, в отличие от Юпитеров, которые в те времена были. У меня был Юпитер и Иль. У него всегда два канала писали одинаково. Вот мне не удалось на отечественной технике добиться этого, чтобы два канала звучали одинаково. И еще немножко съемок крупным планом, потому как народ любит детали рассматривать. Я не буду особо включать музыку, вы сами понимаете. Я думал, авторские права на такую заунывную песню, они, понятно, кому-то принадлежат, но чтобы Ютуб об этом знал, нет, я ошибался. Ютуб сразу сказал, что нет, 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 такое видео не годится. Поэтому я вот на несколько секунд включу. Обратите внимание, громкость, вот я сейчас погромче сделаю, стрелки будут в зависимости от... Хватит, а то меня Ютуб накажет. Конечно, можно было подобрать какой-то другой трек, но вот что было, то и далее. И еще более крупно сейчас покажу, вот, так сказать, детали. Может быть, кому-то будут они интересны. Ну, вот такая 17-22 Mark II. У WV у нее там черные ручечки эти, регулировки громкости. Кстати говоря, я обратил внимание, что индикаторы работают на громкость звука, то есть на слабом звуке стрелки отклоняются мало, то есть как бы они показывают не сигнал, а уровень выходной мощности. На мой взгляд, простой, но честный. Да, конечно, с 77-й, с вот этой лямбдой, с заправкой ленты, все красиво, портативно, но он же, по сути, игрушка. Лента обходит 6 головок, и это так тяжело. Я думал, что это связано, так сказать, с фрикционностью нашей ленты, там, свема, тасма, там, или перьяславская лента была. Нет, я попробовал на Басхе, на Максе, или та же самая история, в конце ему приходится пальцем помогать. Ну, это ерунда, честно скажу. Я уже там мотор... Нет, не мотор. Мотор, знаете, что говорят, среди магнитофона надо ставить мотор, там, с Фуная подходит вместо родного. Родной моторчик там, ну, я не знаю, наверное, как на китайской баллайке. Основной мотор там тоже, ну, не без проблем, ну, там проблема другого плана, там длинный-длинный пасек стоит, который охватывает два маховика. Ну, мне пришлось менять его, то есть там, по-моему, 30 сантиметров. Тоже непростое дело. Здесь, хоть он и на роликах, ну, такой честненький, на мой взгляд, правильный, правильный, скажем так. А у меня еще были 635-е два штуки. Ну, они же стоят там денег совсем других, а платят деньги просто, я считаю, за красоту, за вот этот чебурашка с большими этими самыми катушками, 30-сантиметровыми. А когда я его открыл, посмотрел, как он устроен, честно скажу, что, ну, вот, проще не бывает, скажем так. Стоят три мотора, тут и, правда, пасек только один на счетчик, плата внизу, на которой 5 транзисторов на канале на запись, 5 транзисторов простейших, 945-е там Hitachi транзисторы, на запись. Кстати, они тоже там не вечные, деградируют, то есть транзистор не пробит, а усиления у него нету там. Народ писал, что такая история, деградация транзисторов бывает. Ну, в общем, денег-то других стоит. Я понимаю, что есть аппараты, которые менее красивые, чем, скажем, там, 747-ю, ну, он царь, просто смотришь, царь, да? Ну, по сути, если вам нужна музыка, то вы берете другой аппарат и слушаете его. А вот, скажем, поставить на какой-нибудь 646-й или там 636-й 500-метровые катушки, ну, это нищетово, красоты нету. Хотя километровую катушку, сами понимаете, мотать, ну, там, правда, мотает, в отличие от, скажем, 777-го. Этот аппарат, вот, как есть, мыло хозяйственное, неказистое, но хорошо моет руки и стирает белье. Замечательно, лучше, чем там, порошок Ома. Для таких утилитарных целей я считаю, что более чем достаточно. Я думаю, что он и пишет нормально. Ну, сейчас вряд ли кто-то будет писать. Скорее всего, старые, там, какие-то фонотеки на катушечках люди будут слушать. И я думаю, что это самое то, что надо. Ну, на мой взгляд. Может, у кого-то другое есть мнение. Вот такой вот мини-обзор. Может, не очень такой последовательный, хаотичный. Ну, вот, сказал все, что думал. И помогать ему не надо. Спасибо за внимание. До свидания.